Сегодня, вот то, что эта конференция с каждым годом становится все более популярнее и популярнее, и по численности участников, и по направлениям секций, и по тем отраслям знаний, в которых применяются мягкие вычисления. Вы лучше меня знаете. Это и медицина, и федемиология, это и макро- и микро-мер, это и управление в различных системах, и прогнозирование, и предсказание. То есть сфер применения нашего с вами интеллекта очень много. Но самое главное, что за эти 20 лет эта конференция по праву стала молодежной, потому что значительная часть участников представлена молодыми учеными, молодыми исследователями, и даже теми, кто только собирается стать ученым и находится сейчас на студенческой скамье. 20-е. Можно считать, наверное, что это и не так много, 20 с точки зрения лета исчисления человеческого, жизненного. Но 20 раз собираются, то есть каждый раз есть, что обсудить, есть с кем встретиться, есть кому передать те знания и те наставления, которые в последующем будут все так же, как сказал Вадим Михайлович, привлечение молодых ученых все так же будет вызывать интерес у наших молодых исследователей. Мы выпустили двухтомник, посвященный труда, сюда вошли труды видных ученых нашей работы, нашей конференции. Вот такой солидный двухтомник. Мы считаем, что это начало собрания сочинений, совместного коллективного собрания сочинений, поэтому есть предложение рассмотреть. Есть руководители, конечно, научных школ, основные ученые, которые участвуют в конференции, но мы хотим, чтобы этот двухтомник продолжился. Я доктор технических наук, я закончила ЛИТИ в 2009-м, я закончила Лаперанский университет в 2009-м, я закончила свою докторскую в 2011-м году, и сейчас я работаю в Алтом университете в Хельсинке, Финляндии. Другой уровень конференций по сравнению с европейскими конференциями в плане углубленного математического уровня. Я бы сказала, что европейские конференции, на которых я посещала, они не специализированы на системах управления и мягких вычислений, здесь более глубоко идет математическое и разнообразие применений, где данные системы применяются. И все-таки эта конференция, конечно, сборная конференция, она скорее подводящая итоги, что сделано, чем сейчас люди занимаются, какие близкие их задачи, что они решают, что делают в каждом вузе в этом направлении, что информационно очень полезное знание, чем дышат научные общественности университетов. Я бы сказала, что ежегодная встреча – это хорошая динамика, проведение таких мероприятий, и мягкие вычисления, neuroscience – это все очень горячие темы в научном обществе, поэтому я думаю, это необходимо продолжать. Редактор субтитров А.Семкин